То, что воруют в федеральную собственность, копают на глубине больше 15 метров, пускай они возят по другой стороне. Пускай, если им разрешили незаконно заниматься, пускай занимаются, но нам, простым людям, оставить дорогу. Советское наследие, дорога в сторону Калинихи, окончательно убито. Многотонные автомобили, которые возят песок из карьеры рядом с базой отдыха «Орленок», продавили бетонное основание. И во многих местах теперь приходится объезжать поднятые плиты по встречной полосе. Стоит на знак 5 тонн на ось. Машины, которые сейчас возят, если в кадры они попадут, они сами весят больше 20 тонн. Потому что практически она пустая, уже не имеет права ездить по этой дороге. Есть вообще китайцы, они еще больше весят. Они эту дорогу полностью уничтожат. После того, как в городе начались масштабные стройки, ремонт дорог и тротуаров, песок стал очень востребованным материалом. Конечно, проще брать его поблизости от города, чем откуда-то возить. Поэтому по этой дороге ежедневно едут десятки многотонников. А с территории карьера не выезжает экскаватор. Но кроме песка почему-то забирают и грунт. Плодородный слой почвы, чего делать категорически нельзя. Это год последний. Прямо эта машина за машиной ездит. Даже когда был заезд в «Ласточку» первая смена, они не приставали ездить. Вроде безопасность детей, а машины большие, многотонные ездили. Эта дорога ведет в крупные детские оздоровительные центры «Ласточку» и «Лазурный», а также на базу отдыха «Орленок». На берег Калинихи приезжают рыбаки и отдыхающие. Здесь же расположены сотни дачных участков. Бетонная советская дорога никогда не ремонтировалась капитально. Но теперь ей уже никакой ремонт не поможет. Благодаря грузовикам она восстановлению не подлежит. Полотно необходимо стелить заново. А иначе комиссия по безопасности дорожного движения может просто не разрешить перевозку детей в лагеря и пассажиров-дачников на общественном транспорте. Но для того, чтобы дорогу не разбивали многотонники, нужно решать вопрос с карьером. Насколько он законный и незаконный, это как бы пускай решают правоохранительные органы. Я, честно говоря, обращался с 2016 года по законности его. Насколько я знаю, он незаконный. Ну, я думаю, если нас услышат правоохранительные органы, и прокуратуры, и правоохранные природы, и контролирующие органы, я думаю, и земельный комитет, я думаю, что они смогут это дело закрыть. Потому что эта земля сейчас находится на банкротстве, она обанкротена, и идет ее реализация. Она не промышленная, она сельхозназначение, поэтому как бы пускай они сами привредят. Эта дорога находится в ведении Боково-Отрогского муниципального образования. И все знают, сколько плачевные суммы выделяются на сельские дороги. Здесь даже перед открытием лагерей не смогли заделать все ямы. Проблемные места битумом полили, а асфальта не хватило. И в данном случае проще предотвратить проблему, чем потом восстанавливать. Продолжение следует...